Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Юрий Саадид, Эльманов, и сегодня мы поговорим про то, что говорит закон о здоровье призывников. Многие завидуют людям, которые живут в странах, где по закону вступление в ряды армии добровольно. Они не знают тех проблем, с которыми сталкиваются парни в России. Там не будет страха за себя и свое здоровье. Никто не нарушит планов на будущее, не отнимет перспективы. Учитывая, как сложно в наше время пробиться, сделать себе достойное будущее, служба по призыву препятствий для прогресса. У нас слишком мало людей искренне хотят служить и защищать интересы государства, которое никому ничего не дало, кроме отметки в паспорте, чтобы гражданин Российской Федерации. Поэтому и бьются военкоматы из-за последних сил, а призывников все не хватает. Однако в этих структурах работают подневольные люди. Вышестоящее руководство выставляем им план по призыву. В случае невыполнения слетает не голову, но премии точно. И что же остается? Правильно, выбирать из того, что есть. В последнее время медицина хоть и не совсем бесплатная, но методы диагностики и лечения хоть немного приближаются к нормальным. А что было 10-25 лет назад? К врачам шли в крайних случаях, потому что заняты были выживанием. Вот и заработали родители современных призывников в массу заболеваний, которые щедро передали своим детям. Причем совсем молодые люди по себе знают о довольно серьезных диагнозах. Ну и как там служить? Итак, если говорить о здоровье призывников, то всех новобранцев делят по группам здоровья. В зависимости от того, какое это заболевание, призывнику определяют ту или иную категорию. С законом установлен перечень заболеваний, состояния, при которых сотрудники военкомата должны предпринять соответствующее решение относительно возможностей призыва. Если временное осложнение, отправят лечиться. По результатам определят категорию и отправят в армию или домой. Если диагноз подтверждается выписками из истории болезни и прочими документами, они признают мнение врача, поставившего диагноз и принимают адекватное решение. Каждое заболевание, степень его сложности и порядок действий строго регламентировано. Вся информация прописана на так называемом расписании болезней. Если вы увидели там свой диагноз, смотрите по таблице, какую категорию годности вам поставят. Но это картина того, как должно быть идеально, а что на деле? Жесткий недобор, масса очевидных непризывных диагнозов, толпы студентов, уклонистов. Чтобы хоть как-то закрыть план, военкомат ищет среди тех, кому можно переубедить их или исцелить. Они отказываются принимать справки, подтверждающие сложность заболеваний призывника. Там, где аргументов достаточно для категории В, они всеми способами вытягивают на категорию В, а значит плюс один в ряды солдат. Они до последнего убеждают и морально давят тех, кто недостаточно подготовлен документально или морально. И знаете что? У них получается. Военные госпитали битком набиты такими податливыми призывниками, которые по очереди падают с осложнениями в первые месяцы службы. Так что если у вас нет желания или физической возможности служить по призыву, будьте готовы к тому, что вас будут заставлять и уговаривать отслужить. Кто не справляется самостоятельно, обращайтесь к нам. Мы работаем в белую по всей России, дистанционно, во всем поможем. С вами был Юрий Садидельменов. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!